Выходцы из Актау даже не думают возвращаться, узнала Жанар Масугутова. Ильдар Егияев, уехав в Англию, не постеснялся собирать на полях овощи. Сейчас он работает в ресторанном бизнесе. Улучшилось финансовое положение и остается много времени развиваться в спорте, говорит мужчина. В своей стране времени больше уходило на поиски спонсоров, чтобы провести очередные соревнования по стритлифтингу и стритворкауту. Приходилось обивать пороги кабинетов чиновников, чтобы выбить площадки, на которых сейчас люди занимаются спортом бесплатно. На чемпионатах мира Ильдар Егияев выступал и побеждал под флагом Казахстана, но даже в родном Актау спортсмен всегда оставался в тени. Ценит в своей стране, на родине, попробую развивать в другой стране. И это, может, меня сподвинуло первым шагом, просто подумать о иммиграции. Ну и вторым шагом, наверное, самым тоже повлияло гораздо больше, потому что я, помимо этого, являюсь отцом двух детей, которых нужно кормить. Два диплома о высшем образовании Ильдару не пригодились. Упорный труд и настойчивость – вот что приводит к достижению целей, считает он. И они уникальны. Побив пятый рекорд по подтягиванию на кольцах с дополнительным весом, казахстанец попал в книгу рекордов Гиннеса. Посетил даже центральный офис. Профессионального спортсмена в Англии заметили и пригласили. Они бросают по четверо детей, по трое детей. И вот полгода вынуждены работать. Понимаете? Создайте бы условия для всех казахстанцев, нормальную жизнь, нормальную зарплату. Не вынуждайте людей покидать свою родину. Почему казахстанцы уезжают из страны? Сразу спойлер. Дело не только в деньгах. Говорим сегодня об оттоке экономически активной части населения и больших специалистов, рисках для рынка труда и развития Казахстана в целом. Желающих рубить капусту в прямом смысле слова в Великобритании, нежели зарабатывать в Казахстане, стало в тысячу раз больше, чем пять лет назад. Экономическое положение страны, коррупция, несоблюдение законности, судебная система, они не позволяют развиваться людям, которые вынуждены уезжать для того, чтобы найти себя в другом месте. Руководителями назначают тех, у кого есть какие-то возможности и связи. То есть это все продолжается. И когда люди это видят, когда они не могут свои возможности, свои знания воплотить в жизнь, тогда, конечно, они стремятся куда-то отправиться. Вот как мы видим сейчас, активно уезжают, как вы сказали, в Англию, потому что они все-таки имеют возможность заработать. А у нас они часто просто не имеют возможности заработать. В государственном, либо квази-государственном секторе, либо в бизнесе мог претендовать квалифицированный специалист. Сейчас этот специалист будет эти годы делать карьеру в Великобритании, либо в Штатах. А здесь будет менее квалифицированный специалист занимать эту позицию. В пользу экономики Великобритании и США. Они, значит, не приносят этой пользы здесь. То есть мы теряем кадры. А за это время происходит разрыв. Опять-таки дети воспитаны уже там, в чужой культуре. И им это больше импонирует, потому что там есть законность, там есть правопорядок, там есть справедливая судебная система. И они для своих детей видят лучшее будущее там.